всем привет меня зовут андрей вы на канале на стрелту в сегодняшнем ролике у нас будет обзор на вот такой электро лобзик компания DCA модель AMQ65 кто подписан на мой канал видели у меня уже обзор на ушм от данной компании еще раз повторю вообще эта компания называется Dongcheng между прочим эта компания в китае номер один считается и у нее есть две линейки инструмента в России кси зеленая это DCA непрофессиональный инструмент и красный профессиональный инструмент это DCK в данный момент у нас представлена зеленая модель такая же как и была болгарочка у меня в прошлом видео которое мне кстати очень сильно понравилось и я бы даже наверное отнес ее больше к профессиональным то есть сделано реально добротно без вранья что мы здесь видим на коробке какие характеристики мощность 600 ватт без нагрузки количество оборотов от 500 до 3000 в минуту регулировка угла от 0 до 45 и максимальная толщина реза по дереву 65 алюминий 20 миллиметров сталь 10 миллиметров вес два с половиной килограмм давайте распакуем внутри нас больше ничего нет коробку берем лобзик этот мне прислали ребята на обзор и кто хочет купить себе такой лобзик можно его приобрести в компании все инструменты ссылочку я оставлю в описании из комплектации давайте посмотрим что здесь есть пакете сразу скажу лобзик он после теста как мне сказали то есть им уже пилили инструкция по эксплуатации гарантийный талон гарантия 1 год указано в талоне защитная пластина которую можно отсюда прикрепить здесь это металлическая а это идет пластиковая противоскольная пластина такая же как и на вот у меня в макете было такая же точно пластина отсюда остается угольные щетки запасные в таком фирменном пакетике кстати ушаем тоже были угольные щетки кстати очень приятно удобно если вдруг сотрутся щетки не нужно искать покупать и в комплекте еще три пилки и давайте поближе посмотрим на сам наш лобзик на лобзике кстати еще имеется сзади ключик ключик этот нужен для установки полотна чтобы установить полотно необходимо снять вот эту защитную пластинку быстро быстро как это сказать быстро зажимного устройства пилки здесь нет но есть фиксация с помощью шестигранника вставляем пилку и зажимаем это чтобы ключ не потерялся удобно можно его спрятать сзади у лобзика также есть регулировка оборотов все как в принципе на всех современных лобзиков есть режим подпила 3 отключен режим и три положения быстрый доступ к замене щеток что очень удобно например если мы возьмем лобзик который вот визуально похож на 43 29 макита то в маките чтобы заменить щетки нужно будет скрывать полностью весь лобзик разбирать его обе половинки ну и также с помощью этого же ключа мы можем отрегулировать как в принципе и на всех стандартных лобзиках на спинку регулируем угол наклона также здесь есть спереди вот такая скоба это специально для защиты чтобы сюда рукой не залезть во время пиления идет здесь ролик ползун сам смазан шнур давайте посмотрим ну болгарочки был нормальный мягкий шнур здесь тоже видите шнур не жесткий а именно мягкий и можно замерить его длину у меня стол как раз метр двадцать раз метр двадцать два сорок и где-то здесь два с половиной метра шнур давайте включим посмотрим какая какой здесь выключатель ну судя по тому что ну так щелкает один раз то плавного пуска здесь и регулировки оборотов с помощью выключателя скорее всего нет давайте включим до регулировки оборотов на этом лобзике нет и что еще заметил у этого лобзика имеется крепление для параллельного упора с фиксации на один винт в комплекте параллельного упора нет фиксации тоже винта нет и самое непонятно стандартные параллельные упоры они идут пластины прямые а здесь круглые отверстия если честно таких параллельных упоров не встречал для примера давайте сравним у меня есть аккумуляторный лобзик и вот у него параллельный упор макиты кстати тоже нет винта фиксации для параллельного упора но есть вот он винт на пылеудаление но вообще я узнавал у ребят спрашивал а кто не вообще лобзиком пользуется параллельным упором вместе с лобзиком и наоборот вот так и все сказали что нет у этого лобзика кстати тоже нет выключатели тоже большой минус хоть это и профессиональный инструмент батарею включаем тут конечно есть режим soft no load его можно поменять вот она 6 скорость и если мы начнем создавать нагрузку постепенно скорость увеличится кстати давайте попробуем от макиты подойдет вот это подошву сюда ну почти болтается но по размеру почти один в один поставим их рядышком лобзики они и в африке лобзики фрукт фрукт сиська сиська давайте разберем нашего пациента ну что для начала снимем полотно для этого снимаем защиту пластиковую берем наш шестигранный ключик и откручиваем фиксирующий винт полотно извлекли далее откручиваем щетка держателей извлекаем щетки 8 и 9 на 5 и 9 то есть 6 на 9 щетки для удобства сразу снимем подошву внутри здесь вот такая гайка как вы видели подошву можно заменить металлическую часть на пластиковую открути вот эти четыре винта открутил 4 винта и внутри есть артикул самой подошвы вот таким образом можно прикрутить пластиковую часть сама подошва держится вот на этом болте далее здесь можно увидеть как выглядит ролик ролик кстати можно заменить не разбирая колобзика сейчас мы позже сделаем сначала достанем вторую щетку берем маленькую плоскую отвертку и и можно будет снять стопорное кольцо колечко сняли маленькое сняли второе стопорное здесь шпилька сидит по ходу очень хорошо поэтому попробуем ее немножко выбить аккуратненько с этой стороны можно легко извлечь видите она почему-то отличается с одной стороны ну и если подвинуть ползун максимально вниз точнее вверх можно так извлечь наш ролик не знаю как он продается у компании dong cheng можно ли его полностью в комплекте менять либо также его можно поменять чисто сам ролик макиты обычно вот в таком таким образом продается далее откручиваем вот эти два винта и снимаем защитную скобу причем это именно винты с метрической резьбой с шайбой гровера вот такая скоба если мы посмотрим то видим здесь фетровую защитную пластину чтобы смазка оттуда не вытекала то что мы здесь видим смазку это просто сверху был смазан шток что кстати можно выкрутить винт фиксации полотна далее переворачиваем и откручиваем раз два три 4 5 винтов это будет блок так сказать электрики или блок управления винты здесь скорее всего будут разные как обычно на всех лобзиках будет длинный остальные должны быть покороче да вот этот тоже длинный снизу точнее оба длинных сзади открутили и давайте располовинивать пластик здесь нормальный такой же как и на профессиональных инструментах на той же маките обрезинен сделано все очень добротно здесь даже вот дата 23 год второй месяц то есть инструмент достаточно свежий внутри мы наблюдаем регулятор оборотов его кстати даже вот артикул есть выключатель вот выключатель не указано какой фирмы кстати очень похож на 43 29 включить и идут провода от статора они зафиксированы вот такими коннекторами и сам получается кабель питания тоже у нас прикручен и имеется защита кабеля вот здесь эту часть тоже нужно снять и для удобства открутить кабель фиксатор кабеля вообще такое ощущение что макитовский ну здесь я уже не отсоединил так как соединение неразборным то и точнее если отсоединить потом заново нужно будет запрессовывать вторая половинка ручки откладываем далее отделяем корпус двигателя от корпуса редуктора корпус редуктора кстати вот металлический и кстати вот эти два винта которые удерживали скобу они еще и частично закручивают удерживают корпус на четырех винтах корпус держится шток кстати виден с двух сторон что интересно здесь видите втулочка стоит бронзовая ну давайте откручивать эти четыре винта чтобы посмотреть как выглядит ротор и статор кстати совсем забыл а то винты катаются по столу у меня есть же замечательная вот такая ванночка или как назвать лоток для деталей магнитный от компании ворпро сразу воспользоваться чтобы не потерять металлические все запчасти особенно меленькие отлично видите сложил и ничего не потеряется не выпадет открутили все четыре винта и вскрываем пока отложим да вот эту часть я думаю она вытащится это оказывается все вместе идет защита статора резиновые вставочки первый раз такое вижу кстати вообще ни у кого такого не видел здесь тоже резиновые интересно статор у нас не закручен и не бронирован внутри вот такие пружинки щеткодержатели щеткодержатели в теории заменяемые если они у них есть конечно я не знаю какие запчасти отдельно продаются давайте кстати откроем инструкцию обычно у них имеется сзади схемка да на схеме щеткодержатели можно приобрести отдельно единственное я не знаю на все эти запчасти артикул статор жестко сидит то есть его отсюда нужно выбивать но мы не будем этого делать потому как здесь провода теперь давайте посмотрим как выглядит ротор сзади у нас подшипник на резиновом демпфере очень похожим на такой какой бывает на макитовских инструментах прям один в один подшипник элевка 607 имеется лабиринтное кольцо для защиты от пыли небольшая вот здесь броня в основном он весь не бронирован на лобзиках ни на каких ни ротор ни статор не бронируют ну и по идее по идее он просто так у нас вытаскивается если вот так потянуть не видно что за подшипник сейчас я протручить тоже элевка 608 DC01 не знаю что это за подшипники крыльчатка и вот такая маркировка на роторе ну и остался у нас редуктор здесь что-то прикручено давайте разбирать открутим вот эти оставшиеся два винта открутили и снимаем располовиниваем ух ты сколько здесь смазки здесь чтобы разобрать видите зафиксировано на такие пружинные втулки хотя в принципе судя по инструкции это все разбирается отсюда можно вытащить фетровую прокладку здесь вроде как стопорное кольцо есть здесь внутри я вот только что подцепил есть такая скоба под ней два винта которые мне к штоку прикручена вот эта вот пластина металлическая это все закручено на фиксаторе резьбы и я сейчас попробовал очень сильно затянуто и наверное я не буду это делать посмотрим как это выглядит на схеме видите вот эта пластина которую снял два винта это металлическая часть сзади она скобой сидит на самом штоке здесь если снимем стопорное кольцо идет шайба сальник пружины какая-то еще шайба и втулка и сверху втулка и вот эта часть на двух пружинах зафиксирована поэтому откручивать мы это не будем и так все понятно переходим к этой части в отличие от той же макиты к примеру если взять посмотрите здесь какая большая прокладка стоит просто кто разбирал макиту там часто открываешь если долго и работали особенно с деревом внутри смазка перемешивается с опилками не знаю влияет ли на это это прокладки или нет но здесь я вам скажу это большой плюс что она здесь есть и такого размера внутри ну это было сверху мы видим игольчатый подшипник как похож кстати на как на сабельной пиле макита GR 3050 здесь у нас шайба какая-то блин ну сделан я вам скажу очень добротно это вообще не похоже когда открываешь какой-нибудь китайский аппарат здесь у нас давайте снимем стопорное колечко сняли стопорное колечко маленькое и снимаем основную часть внутри вот такой корпус тут у нас пластина вставлена которая отвечает за подпил внутри мы видим два игольчатых подшипника китайских ну а здесь если вот это открутить мы разберем механизм очень похоже на макиту там тоже на двух винтах сделаны и пластина вот это грузило основное состоит из двух пластин ну что я могу сказать блин уровень уровень сделано качественно здесь еще шайба есть то есть видите на вот этих шпильках везде установлены шайбочки здесь кстати непонятно что это прикручено получается вот эта часть интересно да все верно если мы посмотрим так 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 вот вот они три винта и вот эта вот часть прикручена на трех винтах я бы сказал я бы сказал что это профессиональный лобзик они даже они любительский но опять же сужу именно потому как он собран да еще не показал вам вот это вот часть как раз еще и подпружинено видите еще обратил внимание вот в этом месте видите сальник ну резиновая прокладка заложена сделано вообще все качественно ну что лобзик я собрал все работает преждевременные выводы какие могу я сделать ну пока пока то что я увидел там внутри это прям заявочка на профсегмент и я это говорю даже не потому что это мне прислали там на рекламу и прочее это ну серьезно потому что я разбирал китайские другие лобзики всякие ну реально реально сделано добротно вот придраться не к чему да может быть там ротор статоры подшипники дешевые провода там тоненькие но блин я девольтовский лобзик разбирал не знаю там дешевая модель девольтовского лобзика была как-то по гарантии к нам приносили мы еще тогда гарантией занимались и он вот намного хуже реально был пока пока мне все нравится прям подскажу без зазрения совести отличный лобзик давайте попробуем им пойдем попилим итак пробуем вот такая толстая фанера максимальная скорость 6 пилка по дереву и без подпила пилка пилка ну я без линейки просто так вел естественно будет криво давайте давайте с подпилом с максимальным из-за того что далеко закреплено была вибрация здесь уже был грубый но быстрый рез давайте для интереса сравним это с макинтой давайте еще отрежем без подпила максимальная скорость попробую ровно пройти подпила еще раз резок без подпила максимальная скорость без линейки в принципе пилит нормально я не знаю я не как вам сказать я не столер не плотник и как бы как вы работаете там лобзиками для меня он пилит и пилит и пилит для меня что этот что взять к примеру ту же макиту давайте макитой попробуем зарядили пилку также скорость максимальная максимальный режим максимальная точнее скорость и . . это пилка другая кстати макитовская что-то как-то туговато шло давайте сейчас эту пилку поставим вот нагрелась так как сильно поставлю сейчас сюда та же самая пилка макита жапан написано вот жапан на этом лобзике чуть-чуть подвинем так что это не так так нет в Ну да, это пилка тупая, потому что она там в обзике не очень идет, что на эту. Сейчас поставим вот эту родную Донченг. Мне кажется, пойдет как по маслу. Да, та пилка была просто тупая. Ну что я хочу сказать, я разницы не вижу, то есть отлично пилит никаких. Тихо. Фрукт, фрукт! 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 вот такая загогулина ну естественно ровного реза с помощью лобзика не добьетесь никаким лобзиком это нужно либо специальное приспособление чтоб нижнюю часть удерживала подшипники либо такой лобзик есть только в одной компании блин еще вот здесь минус видите очень легко переключается режимы все сейчас не заметил он уже был наверху я скорее всего рукой за этим нужно следить а так отличный лобзик кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока